Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать! Сегодня в этом видео хочу с вами поделиться двумя хитростями, которые легко и быстро приведут кожу стоп в полный порядок. То есть грубую шершавую кожу сделают мягкой, гладкой, бархатной, избавят от трещинок, от натоптышей. Значит, показываю вам ноги. Здесь очень много сухой, огрубевшей кожи, вот такая вот сухая кутикула. И в конце видео вы увидите, какой мягонькой, нежной, бархатной станет кожа после очень простых процедур. Итак, друзья, первый рецепт. Чаще всего этим рецептом пользуюсь осенью, когда очень много дел. То есть некогда распаривать ноги, делать какие-то длительные процедуры. То есть нужны такие экспресс-рецепты, нанес, смыл и наслаждаешься хорошим результатом. Так вот, первый способ как раз из этой серии. Я беру глицерин. Здесь у меня примерно половина бутылька. В бутыльке 25 грамм. То есть где-то 10-15 грамм глицерина. И раньше я всегда добавляла уксус. Но на уксус, друзья, у меня аллергия. И я заметила, что уксус немного, вот если его делать длительно, постоянно, все-таки кожу подсушивает. То есть первоначальный эффект есть, кожа становится мягкой. Но где-то уже, наверное, через 2-3 недели, вот если на регулярной основе делать масочки из глицерина и уксуса, кожа начинает становиться жесткой от уксуса. Поэтому я решила уксус заменить на нашатырный спирт. У меня есть на канале видео, где я вам показывала, как шикарно ванночки с нашатырным спиртом смягчают кожу. Так вот, друзья, вместо уксуса решила попробовать нашатырный спирт. Мне так понравилось, уже через 30-40 минут такой маски кожа становится мягчайшей. Вот вся мертвая, огрубевшая кожа размягчается и потом легко поддается чистке. Поэтому показываю, как делаю. Итак, здесь у меня 10-15 грамм глицерина. Добавляю примерно столько же нашатырного спирта. Все хорошо перемешиваю. И делаю маску на стопы. Итак, беру пищевую пленку, беру ватные диски, беру глицерин с нашатырным спиртом. Хорошо ватные диски пропитываю. Прям обильно. И прикладываю ко всем проблемным зонам. Зону пальчиков можно просто этой смесью смазать. И кутикула будет значительно мягче уже через 30 минут. Затем все оборачиваю пищевой пленкой. Итак, всю сухую кожу я смазала глицерином. Там, где особо сухие участки кожи, нанесла вот такие вот ватные диски со средством, чтобы максимально у меня поконтактировал глицерин с сухой, огрубевшей кожей. Одеваю носочек. 30-40 минут будет достаточно. И, друзья, показываю еще один способ, которым тоже часто пользуюсь осенью. Никакого распаривания кожи не нужно. Достаточно просто вот такими вот пластинами порезать репчатый лук. Лук очень хорошо затягивает ранки, хорошо смягчает кожу. Кожа вот прям на глазах преображается. Поэтому, друзья, попробуйте эту маску. Значит, делать нужно на ночь. Либо несколько часов походить вот с таким вот луком на пятках, на стопах. Ну, вот там, где у вас проблемная зона на коже. Значит, у меня есть вот такие вот носочки. Даже не носочки, а пяточки. Я их покупала в магазине FixPrice в прошлом году. Очень, друзья, удобно. Вот если у вас трещины на пятках, и вы любите делать какие-то маски, какие-то компрессы, смягчающие кожу, эти носочки отлично подходят. Я использую эти носочки, вам уже показывала, для вот таких вот луковых компрессов. То есть беру эту пяточку и максимально ее заполняю луком. Вот, видите, как раз на пятки, на трещинах, на сухой грубой коже луковые кольца. Лук будет давать сок, сок этот будет впитываться в пятки, и кожа будет мягчайшая, вот прям как у ребенка. Все. Через 30 минут покажу вам, как поработал глицерин с нашатырным спиртом. Итак, друзья, прошло ровно 30 минут. Убираю свой компресс. Смотрите, какой мягкой сразу стала кутикула. И на всей коже стоп точно так же. Кожа мягкая, обновленная, напитанная. Смотрите, все было сухое, все было в трещинах. Сейчас кожа мягкая, ровная, гладкая. То есть вот максимально, насколько можно было ее преобразить, так скажем, я преобразила. То есть здесь прям корка была сухих наростышей. Сейчас вот такая вот розовая молодая кожа. Вот таким вот средством самодельным, глицерин плюс нашатырный спирт, можно делать примерно один раз в неделю. Этого будет достаточно. Ну и плюс еще в течение недели, каждый вечер наносить какой-нибудь жирный крем на кожу. И кожа очень хорошо восстанавливается. И самое главное, не нужно пилки, которая кожу травмирует. И смотрим пятку, которая прикладывала лук. И смотрите, какая мягкая, нежная кожа на пятке. Если какие-то ранки, то есть какая-то трещина прям чуть ли не кровавая, лук хорошо все затягивает, подлечивает. И трещин становится значительно меньше. Он очень долго держит кожу увлажненной, хорошо напитывает ее витаминами. Поэтому считаю, что это лучший народный способ в борьбе с сухой, грубой, шершавой кожей. На этом, друзья, буду заканчивать свое видео. Вот такими вот двумя простыми копеечными способами по восстановлению кожи стоп сегодня хотела с вами поделиться. Все показала наглядно. Делается все быстро, просто без заморочек. Достаточно так сделать один раз в неделю и эффект будет очевиден. Очевиден, эффект будет на ваших ногах, так скажем. Друзья, меня в комментариях обязательно дополняйте. Если кто-то делает так же, пишите об этом. Если видео полезно, не забудьте поставить плюс, либо написать небольшой комментарий. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!